МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На смене названия настаивала Греция, которая опасалась, что Македония будет претендовать на греческую провинцию с одноименным названием. И из-за этого блокировала ее интеграцию с западными структурами. В июле Афины выслали двух российских дипломатов, которые якобы пытались помешать заключению договора о переименовании. Кроме того, референдум бойкотировала македонская оппозиция. В любом случае, его результаты будут иметь только совещательный статус. Окончательное решение о переименовании страны примет парламент. Если мы, как и ожидается, действительно получим серьезное, заметное, ощутимое большинство среди проголосовавших, тогда будет ясно. Парламент должен проголосовать за решительное и ответственное ускорение процесса сближения с НАТО и Европейским Союзом. За лучшую жизнь для наших детей и всех граждан Македонии. Македония сказала, сделка отменяется. Мы увидели крайне неудачный референдум. Политика правительства Заева – это фиаско. Настоящий победитель сегодня – это Македония. Число граждан, которые не поддерживают этот позорный договор, бойкотировали референдум или проголосовали против, куда больше, чем тех, кто поддерживает сделку. Виктор Бута и Константин Ярошенко Мария Бутин обвиняется в незаконном лоббизме российских интересов. Украинский режиссер Олег Сенцов отбывает 20 лет заключения по обвинению в подготовке терактов в иннексированном Крыму. Более 140 дней он держит голодовку, требуя освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Глава МИД Великобритании пообещал покончить сетью российской военной разведки в стране. Об этом Джереми Хан заявил на съезде консервативной партии. По его словам, Кремль заплатит высокую цену за нарушение международного права, применение химоружия и запугивание Лондона. Москва на это выступление пока не отреагировала. Такие страны, как Россия, переступают через границы Украины и Грузии, как будто их не существует. Тем временем их марионетки в Сирии используют самое страшное химическое оружие и отравляют беззащитных детей. Мы, конечно, могли бы предоставить остальным разбираться с этими глобальными вызовами. У нашей страны достаточно своих проблем, поэтому отступить было бы простительно, но мы так не поступаем. Жертвами российской военной операции в Сирии стали более 18 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч женщин и детей. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека, который базируется в Великобритании. Авторы доклада возложили на Кремль вину за применение запрещенного оружия и появление миллионов беженцев. Они также высказали разочарование неспособностью Совбеза ООН повлиять на Москву и призвали его добиться правосудия. Напомню, российские власти отрицают ответственность за гибель гражданских лиц и настаивают на необходимости перехода всей страны под контроль президента Башара Асада. Москва утверждает, что за три года военной операции были убиты 85 тысяч террористов. По данным Минобороны, за это время погибли 122 российских военных. Независимые источники считают, что в несколько раз больше. Сегодня ночью удары по Сирии нанес другой союзник режима Асада Иран. В Министерстве обороны Исламской Республики утверждают, что ракеты были выпущены по укрытию боевиков к востоку от реки Ефрат. Тегеран называет их террористами, причастными к атаке в иранском городе Ахвас. В конце сентября в результате взрыва там погибли не менее 29 человек. Власти Ирана сегодня заявили, что в результате удара по Сирии было убито и ранено значительное число боевиков, но точную цифру не назвали. Мост через Керченский пролив открылся для движения грузового транспорта. Движение по нему легковых автомобилей стартовало еще в мае, а железнодорожную часть обещают достроить в будущем году. На прокладку переправы в иннексированный Крым Россия потратила почти 35 миллиардов долларов. Киев считает строительство незаконным. Евросоюз ввел санкции против некоторых участников строительства, в том числе против компании российского бизнесмена Аркадия Ротенберга. Это главные новости к этому часу. До встречи.